Здарова, геймеры! Сегодня я расскажу вам о чём-то невероятном. Call of Duty Modern Warfare 2 буквально месяц назад вступила в первый сезон, и для большинства игр это означает, что ещё где-то примерно 3 месяца нормального контента можно не ждать. Но дело в том, что со всеми этими Halo Infinite и Battlefield 2042 я и забыл, что такое, когда игру действительно активно поддерживают. И вышедший 14-го числа апдейт Season 1 Reloaded — это что-то, во что мне до сих пор верится довольно сложно. Вы можете даже не слушать меня, вы можете не смотреть это видео, сейчас бесплатные выходные мультиплеера с двойным опытом, просто пойдите и попробуйте сами, потому что если вы хейтер Call of Duty, вам бы хоть раз за 10 лет в эту серию поиграть, прежде чем говорить, что это конвейерное. То, что разработчики сделали за месяц у других студий занимает полгода, это касается и технического состояния игры. Они исправили её на каком-то бешеном количестве уровней, каждая микромелочь была учтена, каждый баг, который я повстречал, был исправлен, и также был исправлен интерфейс. За два пятичасовых стрима у меня не было ни единого вылета, и благодаря этому игра ощущается намного стабильнее. И мы ещё даже не начали говорить про контент. Да, одному кооперативному рейду на трёх человек я посвящу отдельный сегмент, и вчера мы прошли его с Келем и Игорем Линком на стриме, и это было что-то крайне уникальное и безумно потешное. Если вы пропустили этот стрим, я опубликовал его на Твиче. Можете подписаться на него, я там стримлю Call of Duty, если вам хочется. А, погоди, почему баллон всего один, держимся вместе, говорит. Ты нахуй мне баллон забрал? А, короче, 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 пацаны, вернись, вернись, Игорь, вернись. Игорь, 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 смотри. Как баллон держать, понял? Короче, какой здесь алгоритм, я сейчас объясню. У нас один баллон на троих. Да верни, блядь! Да верни, сука! Мы обсудим рейд, новое исполнение карты Шипмент, футбольный ивент и исправление, которое я заметил. Активижн действительно сделали фанатам Call of Duty подарок на Новый год. Но если вы всё ещё думаете насчёт подарков на Новый год для себя и своих близких, то хорошая книга станет отличным вариантом. И так удачно сложилось, что спонсором этого видео является интернет-магазин Читай Город, где в огромном ассортименте можно найти книгу для любого читателя. Даже есть раздел книг с автографом, где автор собственной рукой оставил пожелание читателю. Но самое крутое, что только 16 декабря в интернет-магазине проходит акция «Везучая пятница» со скидкой 30% на все книги для всех авторизованных пользователей. Скидка пропадает ровно в полночь на 17 декабря, так что успейте ей воспользоваться. Причём на сайте присутствуют все на данный момент выпущенные на русском языке там о манге «Человек-бензопила» и коллекция такой годноты станет отличным подарком для фанатов выходящего сейчас аниме. Всё купленное вами бесплатно доставят в ближайший к вашему дому магазин Читай Город, а ещё вы получите бонусы на следующую покупку по программе лояльности. Ну а в случае, если вы не успели воспользоваться акцией, то по моему персональному промокоду DDP47 вы получаете скидку в 20% на все книги, кроме предзаказов. Промокод будет действовать с 17 по 23 декабря, так что советую поторопиться и закупиться подарками заранее, чтобы не бегать по переполненным магазинам перед Новым Годом. Начнём с рейда. Я удивлён, что этот контент вообще бесплатный. Нас ждёт длинная сюжетная миссия, в которой мы пытаемся найти пропавшего Аликса, знакомого по первой части. Это приводит Прайса, Гасса и Фару в заброшенный советский бункер, который оккупировали войска Аль-Каталы. И я ожидал обычного отстрела ботов, ничего серьёзного. Но то, что мы получили, это самый уникальный кооперативный опыт, который у меня был со времён Resident Evil 6. Потому что в Call of Duty появились совместные головоломки. Два игрока смотрят камеры, а третий берёт от них информацию и составляет код доступа. Причём код нужно ввести три раза, и поэтому каждый из игроков должен понять, как всё это работает. Здесь нет варианта, что тебя просто протащат. Каждый член команды должен быть человеком, которому можно доверять в плане базовых умственных способностей. И самое интересное, что эта головоломка намного проще для русскоязычных игроков. Ведь используется кириллица, которую вы с тиммейтами передаёте друг другу через войсчат или дискорд. И для американских стримеров это оказалось реально сложным, потому что они не знают, как выглядят и читаются эти буквы. А наша русская смекалочка очень быстро сориентировалась. Два восемь. Два восемь. Буклы G у нас нету. Да-да-да, у нас есть Х. Так, Игорь, у тебя Х. Какая цифра под Х? Х — это цифра ноль. Ноль. Окей, два восемь ноль. Я сейчас введу и попробуем. Ноль. Код подтверждён, всё, я догадался. Но это только начало, затем вам дают один баллон с воздухом и предлагают проплыть огромный лабиринт заминированных коридоров, где нужно нажимать и держать кнопки, чтобы прошла вся команда. И координация передачи баллона, чтобы никто не утонул, является ключевым моментом. Противников очень много, на вас кидают бронированных врагов, джиггернаутов, дронов-камикадзе. Это самый сложный ПВЕ-контент в игре. Но самый сок начинается в конце, где игрокам нужно разделиться на три разные зоны вдалеке друг от друга и выполнить головоломку с числами в намного большем масштабе с ограничением времени. И после того, как это время закончится, коды меняются, и нужно делать всё заново. Каждый должен отбиваться от бесконечных противников, при этом сообщать код человеку у кода приёмника, и этот человек должен успеть его ввести, и так три раза. С каждым разом времени всё меньше, противников больше, они используют газ, дронов-камикадзе, давят числом. И самый прикол в том, что один игрок может только один раз ввести код, то есть для каждого кода нужно меняться местами. Это заняло у нас час, и после этого рейд не заканчивается. Открываются двери, и нужно защищать их три минуты против десятков противников и буквально роя дронов. Если отойти от двери, они ставят на неё взрывчатку, и нужно её обезвредить. Здесь не выжить без командной игры и распределения проходов для сдерживания противника со всех сторон. Но вот, наконец-то, мы это сделали. В конце показывают катсцену, и мы понимаем, что это только начало большого сюжета. Да, этот рейд всего лишь первый эпизод истории, и нас ждёт ещё неизвестное количество таких же эпизодов с новыми механиками. Но само взаимодействие в головоломках было великолепным. Включаю его снова. Так, ладно. Давай, нажимаем и проплываем. Я скажу, когда проплывём. Проплыли. Всё. Всё, Игорь, мы с тобой. Да я не сильно скучал. Я с удовольствием пройду и следующие эпизоды. И тут, кстати, есть повышенный уровень сложности, но там уж без меня. Это для супер потничей. За обычное прохождение игроки получат стандартный скин на Гасса, что весьма приятно. А знаете, что ещё приятно? За два часа прохождения рейда никто из нас троих не вылетел, ни у кого игра не крашнулась и никого не выкинула с ошибкой отключения от Стима. А это было бы весьма неприятно, учитывая, что рейд довольно длинный. Поэтому, если вы хотите испытать свою дружбу, это идеальный вариант. И огромное спасибо Келью и Игоря, потому что без их усидчивости и терпения у меня бы не получилось полностью насладиться этим опытом. Но давайте перейдём к контенту мультиплеера. И новый шипмент это бесподобно. Ночь, корабль, море. Эта карта такая же мокрая, как и подмышки игроков, которые будут сидеть на ней и качать пушки в течение ближайших двух лет. Это, наверное, одна из самых эстетически красивых карт с кучей отражений во всей игре. Причём мокрая не только карта, но и оперативники с их оружием. И это выглядит красиво. Больше никаких приколов из Вангарда и МВ-19. Никаких вторых этажей и забирательственных контейнеров. Этот вариант карты намного меньше раздражает, ведь тебе не нужно следить за верхним ярусом. Играть здесь одно удовольствие. Я даже на эмоциях вызвал Джиггернаута во второй катке. Настолько приятно здесь попотеть. Сначала я думал, что ночной вариант карты будет плох для видимости противников, но это совершенно не является проблемой. Ты очень ясно всех видишь. Однако весьма жалко, что вырезали режим Shoot House 24 на 7, но я думаю, что режим Shoot the Ship появится довольно быстро, и это лишь вопрос времени. А с 21 числа нас ожидает рождественский вариант карты, чтобы подчеркнуть праздничное настроение. Как же это мило! Добавили новую штурмовую винтовку Химера. И это сказочно приятное оружие. Его вроде ещё называют Хани Бэджер. Скорострельная, удобная, красивая пушка, которую качать просто блаженство. Выкачивать её в золото было легко и приятно. Как и М13, вы можете достать её в ДМЗ, но теперь есть ещё два способа. Первый это отыграть 15 каток на штурмовых винтовках, и в каждой сделать 2 кила с этих самых штурмовых винтовок. То есть по сути да, просто зайти в 15 каток, это довольно просто. И это упрощает задачу для тех, кому не хочется идти в ДМЗ. Но я решил не тратить время на эти глупые занятия, и сразу же купил её в донатном магазине, потому что Бобби Котик заботится о тех, кто заносит ему деньги. Не знаю, как эта пушка покажет себя в Варзоне, да и мне, если честно, плевать, она просто такая классная. Но я серьёзно, от шипмента не оторваться. Качать пушки на нём — это моя новая зависимость. Куча изменений подверглись откровенно раздражающие моменты. Все говорили про дисбалансный чёрный скин Лэй Сив, который все покупали для меньшей видимости своего персонажа. И его пофиксили, и это даже не заняло несколько месяцев, как с Роллс в первой Варзоне. Вас раздражали чуваки с щитами, теперь им сильно занизили скорость передвижения. Напрягали чуваки с пистолетами на Акимба, которые сбривали вас за мгновение, Акимба занёрфили. И эти микробалансные вещи делают игровой процесс настолько приятнее и комфортнее. Но меня поразило, каким изменениям подверглась оболочка игры. Теперь мы можем создавать кланы на тысячу или пять тысяч человек. Кстати, наш геймерский клан называется Уву Клен 47. Вход открытый, так что присоединяйтесь, там даже есть клановый чат, чтобы всегда быть на связи. Микро улучшением подвергся список друзей, меню выбора жетонов и многое-многое другое. Теперь можно сохранять свои сборки оружия. Это настолько простая вещь, но как же приятно, что они её вернули. У всех тиммейтов показывалось одинаковое оружие в лобби. Твоё оружие. А теперь у каждого собственное, и ты можешь увидеть, какую пушку взяли твои друзья. Даже очень мелкие вещи, вроде смещённого хитмаркера на стреляющей машинке, были исправлены. Вместо того, чтобы делать эти мелкие исправления в короткие периоды, разработчики из Activision просто ультанули огромным патчем, собрав их воедино, и сделали игру в несколько раз стабильнее. Опять же, я не встретил ни одного вылета, и благодаря этому я счастлив. Да, кстати, на этом всё не заканчивается. У нас ведь всё ещё идёт чемпионат мира по футболу, поэтому держите эвентовый режим, похожий на Rocket League курильщика. И да, он абсолютно бесполезен, и ты, скорее всего, зайдёшь с него всего пару раз по приколу с друзьями, но само его наличие, и то, что они потратили бюджет на такой прикол, даёт большие надежды в плане дальнейшего развития Modra of Air 2. Если целых два года мы будем получать настолько же качественный, регулярный, разнообразный контент каждый месяц, то другие шутеры станут просто не нужны. Я не буду говорить об изменениях в DMZ, типа там добавили новое здание, из которого и можно забрать новую пушку, потому что, ну, если честно, меня не особо тянет Warzone в последнее время. Ещё вроде говорили, что Warzone 2 каким-то образом порезали магазин, и все киберкотлеты из-за этого как-то очень сильно обозлились на Activision, но, если честно, мне как-то плевать. Понимаете, мне нравится, когда в одной и той же игре ты можешь существовать сотнями часов благодаря разнообразному контенту. И Modra of Air 2 даже на данный момент просто ломится от этого контента, и, судя по всему, это только начало. Мультиплеер, DMZ, батл-рояль, сюжетная кампания, кооперативные миссии, кооперативные рейды с новым сюжетом, эвентовые режимы с прикольной концепцией, куча нового оружия со своими приколами. И если вы всё ещё скептически относитесь к Call of Duty, я прошу, я умоляю вас, пожалуйста, скачайте и попробуйте мультиплеер на бесплатных выходных. Насладитесь анимациями оружия, ощущением от геймплея, возьмите с собой друзей. Хватит быть такими душнилами, присоединяйтесь к этому празднику любителей шутеров от первого лица. Если не ради себя, то ради вашего любимого нестримера-геймера. Давайте проведём это Рождество и Новый год все вместе на прекрасных картах. Я буду счастлив, если вы попробуете и втянетесь. Да, я продавец кала, но у меня лучший кал на продаже, пацаны. Вы не пожалеете, выстраиваетесь в очередь. Ну и в принципе на этом всё, я рассказал всё, что хотел, так что буду благодарен за лайк и подписку, это безумно помогает в развитии и больше людей наткнутся на это видео. Ну а если вы хотите быть в курсе стримов, видео и просто общаться с такими же геймерами, как и вы, то залетайте в телеграм, группу вконтакте и дискорд по ссылкам в описании. Вам там будут очень рады. Ну а если вам нечего посмотреть, прямо сейчас на экране можете клацнуть на мой видос про самого жалкого ютубера и мои итоги Game Awards 2022. Думаю вам понравится. Ну а так, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok